Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – «Вы восплачете, а мир возрадуется». Прощальная беседа Господа с учениками, часть 10, Евангелие от Иоанна, 16 по 33 стихи. Раскрыв возвышенные богословские истины относительно Третьей Постаси Святой Троицы, Утешителя, Духа Святаго, который наставит учеников на полноту истины после Вознесения Господа, Господь Иисус Христос вновь возвращается к теме своей жертвы и своего Вознесения к Небесному Отцу. 16 глава, 16 стих. «Воскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Для того, чтобы понять эти слова Господа Иисуса Христа, так как они переданы евангелистам Иоанном Богословом, необходимо посмотреть греческий текст Евангелия. В греческом языке есть два разных глагола, которые, к сожалению, переведены в синодальном переводе одним и тем же русским глаголом «увидеть». Первый греческий глагол «Орао» означает «смотреть и видеть что-то реально существующее», то, что находится рядом. А другой греческий глагол «Теорео» более интересный. Он указывает на созерцание, на то, что возможно иногда увидеть то, что существует, но при этом невидимо обычными глазами. Отсюда, например, слово «теорема». Действительно, в математике можно что-то нарисовать, можно что-то сформулировать, некую истину. Эта истина математическая, она существует в области идей, но ее физическими глазами нельзя увидеть. Вот эти два глагола уже прежде употреблял Иоанн Богослов для того, чтобы передать нюансы беседы Господа Иисуса Христа с учениками во время прощальной беседы. Это было в 14 главе, в 19 стихе. Посмотрите, как это звучало там и как это уже усвоили ученики Господа. «Еще немного, и мир уже не будет меня созерцать». Глагол «теорео». То есть мир не сможет увидеть меня, реально существующего, но невидимого внешне, потому что я взойду к Отцу Небесному. «Вы же будете созерцать меня». «Вы, мои ученики и апостолы, сможете меня видеть духовными очами веры, потому что я живу, и вы будете жить». Но здесь, в 16 главе, Господь говорит нечто иное. То есть, если чуть раньше он сказал, что «по моем восшествии Небесному Отцу вы будете меня созерцать, вы будете зреть меня духовными очами», здесь вдруг он неожиданно говорит «немного, и вы уже не сможете меня созерцать». И опять «немного, и вы меня явным образом увидите». Сначала глагол «теорео», потом глагол «оррао». Это, конечно же, вызвало недоумение со стороны учеников. 17 стих. Тут некоторые из учеников его сказали один другому. Что это он говорит нам? «Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». Ну, конечно, они воспроизводят его речь, и поэтому следовало бы перевести так. «Вскоре вы уже не будете меня созерцать, а потом вскоре явно меня увидите, и я иду к Отцу». 18 стих. «Итак они говорили, что это он говорит? Вскоре не знаем, что говорит». Ученики обратили внимание на смысловые оттенки в речи Господа, которые сопровождались словом «вскоре» или по-гречески «микрон», то есть «немного», «вмале» в церковно-славянском переводе. «Итак, в мале немного не будете меня даже созерцать», то есть «не будете меня видеть как Бога», «а вскоре в мале будете меня даже явным образом своими глазами видеть». 19 стих. «Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, о том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, «вскоре не увидите меня» и опять «вскоре увидите меня»?» 20 стих. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрадаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ли ваша в радость будет?» Господь Иисус Христос, вместо того, чтобы пророчески перечислить те события, которые уже вскоре, через несколько часов начнут происходить с Ним и с учениками, вместо этого указывает на то, как будет резко и быстро меняться их внутреннее душевное и эмоциональное состояние. Смотрите, когда мы читаем греческий текст, «Истинно, истинно говорю вам, что будете плакать», стоит греческий глагол «клео». Он означает не только плакать, но еще и оплакивать, в том числе оплакивать усопшего. «И будете петь погребальные песни», потому что глагол «фрынео» означает петь песни, «погребальную над усопшим», и уже производное значение «рыдать», «скорбить». Итак, вы будете оплакивать усопшего, вы будете петь погребальные песни над усопшим, имея в виду, конечно же, самого себя, а мир, космос, возрадуется, будет радоваться. Но эта ваша печаль соделается в радость. То есть это состояние, когда вы будете скорбеть и оплакивать меня, как умершего, и поэтому уже не будете видеть во мне Бога, не сможете меня созерцать в смысле «феорео», это время будет недолгим. И он иллюстрирует вот то, что это время будет непродолжительным и дальнейшее изменение состояния из скорби, рыдания и печали в радость на примере женщины, которая рождает ребенка. 21 стих. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Конечно, здесь следует брать только общий образ и вот это вот изменение эмоционального, душевного состояния. Действительно, рождение ребенка для женщины это испытание, это и тягость, это своего рода скорбь. «Но когда она рождает младенца, говорит Господь, уже не помнит скорби от радости». А вот дальнейшую фразу «потому что человек пришел в мир» можно отнести уже и к самому Господу Иисусу Христу. Он не повторяет слово «младенец», он не говорит «потому что младенец пришел в мир», но говорит «потому что человек пришел в мир», «ибо все это сказано, чтобы охарактеризовать то, что случится со мной и с вами, вы будете скорбить, а потом возрадуетесь, ибо я приду в мир, как новый человек, воскресший первенец из мертвых». 22 стих. «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Вы сейчас опечалены тем, что я говорю, и тем, что вскоре предстоит вам испытать, но вскоре я вас увижу явным образом», глагол «Урау», и ваше сердце будет радоваться, и эту радость уже никто не сможет у вас забрать. 23 стих. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем». Конечно же, речь идет о дне, когда придет Святый Дух, ибо эта часть беседы Господа продолжение Его речи о действии Святого Духа, который Его прославит. Поэтому Дух Святый наставит апостолов на полноту истины, а значит, уже апостолов не будет необходимости задавать вопросы. Будет иное, будет молитва, как к Небесному Отцу, так и к Господу Иисусу Христу. И об этом Господь говорит дальше. Продолжение 23 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». 24 стих. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Итак, познание даст Святой Дух. Но если вы желаете и духовных даров, и помощи в проповеди моего учения, и помощи в жизни, молитесь Небесному Отцу, молитесь во имя Мое. Потому что, когда молитесь во имя Мое, вы показываете, что вы принимаете Отца, который меня послал. То есть вы будете обращаться к Небесному Отцу правильным образом, исповедуя Его как Бога, который возлюбил мир и желает спасения роду человеческому. И в таком случае вы получите такую радость, которую можно назвать исполненной или совершенной. Производная от греческого глагола ПЛЕРО, который означает наполнять или восполнять. Соответственно, радость ваша будет исполнена до верха, до краев, как сосуд, который налит, так что даже бывает и тогда с горсточкой. 25 стих. Используется греческий термин паремия, термин иной, нежели в синаптических евангелиях термин параволи, хотя на русский язык и здесь и там переведено словом притча. Но в синаптических евангелиях параволи это выдуманная история для иллюстрации законов духовной жизни или Царства Божия. А в Евангелии от Иоанна это или мудрость, или образы, или образные сравнения. И поэтому Господь говорит ЭТО почему-то в синодальном переводе стоит доселе, но в греческом тексте ТАФТО все ЭТО. Это в образных сравнениях, в образных мудрых речах возвестил я вам. Но приходит час, когда уже не в образных сравнениях буду возвещать вам, но открыто об Отце возвещу вам. Итак, Господь указывает, сейчас приходит тот момент, когда уже можно вам открыто возвестить знания об Отце. 26 стих. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. 27 стих. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я исшел от Бога. Итак, молитва, которая будет у верующих людей к Небесному Отцу во имя Господа Иисуса Христа, эта молитва будет исполнена Небесным Отцом, потому что Сам Отец возлюбил верующих за их исповедание Иисуса Христа и за их любовь ко Господу Иисусу Христу. Ибо если вы уверовали, что я исшел от Бога, а там опять производное от глагола пистэво, то есть уверовали и доверились Мне, а значит и Отец Небесный любит вас, поскольку вы любите Меня, а я люблю Его, и Он также любит и Меня, и любящих Меня. 28 стих. Я исшел от Бога и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду ко Отцу. Вот фраза, которую Господь Иисус Христос возвещает своим ученикам уже без каких-либо образов или образных сравнений. Я исшел от Бога, и конечно раз Он пребывал у Бога, то тем самым понятно Он пребывал с Богом в вечности. Он пришел в мир и опять оставляет мир и идет к Отцу. Он добровольно оставляет мир и Он восходит к Отцу исполняя миссию по спасению рода человеческого. 29 стих. Ученики Его сказали Ему вот теперь ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой. 30 стих. Теперь видим что ты знаешь все и не имеешь нужды чтобы кто спрашивал тебя посему веруем что ты от Бога ишел. И вот на это явное простое открытое исповедание Господом Иисусом Христом того что Он ишел от Бога пришел в мир и вернется к Богу ученики говорят да мы тоже в это веруем и мы тебе доверяем 31 стих. Но Господь желает показать что их вера еще пока несовершенна что ему еще только предстоит взойти на крест искупить род человеческий воскреснуть и послать Духа Святаго который будет их заступником и ходатаем который их укрепит в том числе укрепит их веру а сейчас их вера пока еще несовершенна и поэтому Господь говорит Иисус отвечал им теперь веруете 32 стих вот наступает час и настал уже что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставить одного но я не один потому что отец со мною Господь хочет сказать приходит предназначенное Богом время когда я принесу себя в жертву за спасение мира но вы рассеетесь каждый и там греческий оборот который означает в свое собственное то есть это не означает только место вы по сути дела уйдете в самих себя то есть вы уйдете от той самой веры в меня от доверия мне вы от этого уйдете вы оставите меня одного но при этом я не буду один потому что со мной будет небесный отец говорит им это потому что когда его будут бичевать а потом поведут на распятие и будут распинать конечно же это зрелище внешне будет очень скорбным для учеников и очень страшным внешне но чтобы они понимали он при этом будучи истязаем как человек пребывает в обществе небесного отца как Бог отец небесный его не оставляет 33 стих все сказал я вам чтобы вы имели во мне мир в мире будете иметь скорбь но мужайтесь я победил мир конечно здесь два разных термина в начале идет если мы смотрим греческий текст это я вам возвестил чтобы во мне вы имели покой мир тишину греческий термин ирини то есть несмотря на предстоящие скорби испытания то страшное что вы увидите во что вы будете вовлечены через эмоции ирины ирины Но уже все события так складываются, что Господь зайдет на крест, однако это восшествие на крест чистого, непорочного Сына Божия во всем подобного нам по человечеству, кроме греха, и будет победой над дьяволом и над смертью и над греховным миром, потому что Он воскреснет. И вот сказав это, Господь Иисус Христос переходит к наиболее торжественной части своей прощальной беседы с учениками, которая иногда называется первосвященническая молитва, но которую, конечно, лучше бы назвать беседа Господа Иисуса Христа как Сына Божия с Небесным Отцом. И это торжественная часть, которая показывает, что ныне прославился Сын Человеческий и Бог прославился в нем. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok